Уважаемый господин президент, уважаемые участники форума, дамы и господа, мы очень рады приветствовать, видеть, добро пожаловать господина президента, президента страны, который впервые посетил Республику Казахстан с государственным визитом. Добро пожаловать в Астану. Мы уже беседовали с официальной делегацией наших гостей, обсуждали вопросы, связанные с экономическим сотрудничеством. К сожалению, Казахстанско-Ланкийское торгово-экономическое и инвестиционное сотрудничество находится не на том должном уровне, который, наверное, хотят наши страны. Мы должны все вместе, в первую очередь, те, от кого зависит бизнес, правительство наших стран, задействовать весь имеющийся у нас потенциал, возможности, с тем, чтобы наше сотрудничество имело более плодотворное. И должен вам сказать, что такие возможности есть. Видите, мир достаточно динамично меняется. И сегодня я господину президенту говорил, что расстояние сегодня, а завтра не будет иметь какого-либо значения. Имея такую и такие инфраструктуру и развивающиеся телекоммуникации, я думаю, что у нашего бизнеса будут все возможности для того, чтобы использовать экономический потенциал обеих стран. Поэтому мы предлагаем нашим ланкийским предпринимателям правительству Шри-Ланки изучить перспективные проекты в Казахстане. К примеру, в горнодобывающей отрасли, где у нас есть достаточно большой опыт, в Шри-Ланке есть достаточно хорошая потребность в том, чтобы иметь отношение налаженных партнеров в этой отрасли. Если взять сферу сельского хозяйства, то Казахстан входит в десятку крупнейших экспортеров зерна. Наше зерно поставляется сегодня более чем в 70 стран мира. В маркетинговый год мы экспортируем до 12 миллионов тонн зерна, в том числе муки. Поэтому мы готовы рассмотреть возможность в том числе и экспорта зерна в вашу страну. В вашей стране мы знаем, достаточно хорошо развивается туристическая отрасль. Нам интересен ваш опыт. В Казахстане также есть уникальные природные условия, которые тоже могли бы заинтересовать. Тем не менее, я думаю, наши казахстанские туристы готовы поехать на остров Цейлон с тем, чтобы поближе, поглубже познакомиться с историей, культурой, далекой. Но мы считаем очень близкой по духу страны Шри-Ланка. Мы достаточно активно работаем по привлечению инвестиций. В этом плане мы могли бы также использовать взаимный опыт. Если взять, к примеру, мы среди стран Центральной Азии занимаем первое место и второе место среди стран СНГ по объему накопленных прямых инвестиций. За два десятилетия Казахстан привлек в страну около 160 миллиардов долларов США. В рейтинге Всемирного банка ведения бизнеса 2012 наша страна заняла 47 место. Из 183 стран значительно опережаем многие страны СНГ и Европы. У нас работают около 10 тысяч компаний с участием иностранного капитала, в том числе компании, которые входят в число и список Fortune 500. Очень важным показателем в рейтинге ведения бизнеса является уровень защиты инвесторов. И здесь я хотел бы отметить, что Казахстан входит в первую десятку стран с наилучшими условиями защиты интересов наших инвесторов. Наша республика активно проводит достаточно уверенно диверсификацию и модернизацию экономики. Достаточно сказать, что третий год уже активно идет государственная программа индустриально-инновационного развития, где в ее реализации компании Шарелонки тоже могут принять активное участие. Мы приняли достаточно хорошие законы по защите бизнеса, по поддержке бизнеса. В стране реализуется ряд государственных программ по поддержке и мерам поддержки со стороны правительства, государства, малому и среднему бизнесу, с целым бизнесом. На сегодняшний день в Казахстане действует 9 свободноэкономических зон и 4 индустриальные зоны. Кроме того, действующий таможенный союз Казахстана, России и Беларуси, как крупный рынок с суммарным валовым внутренним продуктом более чем 2 триллиона долларов, открывает новые возможности для, в том числе, третьих стран. Мы ее относим и к лангийским компаниям. Поэтому те единые торговые правила, единые таможенные территории, которые создали участники таможенного союза, думаю, будут хорошим преимуществом для потенциальных инвесторов, в том числе и для ваших стран. Я надеюсь, что бизнес наших стран найдут и откроют двери друг к другу, найдут возможности для общения, найдут возможности для сотрудничества. А правительство наших двух стран поддерживает эти начинания. Я думаю, что приезд уважаемого господина президента Шри-Ланки даст хороший импульс для такого сотрудничества. Я желаю бизнесу, совместных проектов, хороших идей, дружеской поддержки друг друга и пригласить бизнес Шри-Ланки в Казахстан, шри-ланкийских бизнесменов, пригласить наших в Шри-Ланку. Я думаю, у нас есть очень много интересного, совместного, которое мы могли бы развивать. Желаю вам успехов. Благодарю за внимание. Благодарю за внимание.